Здорово, дорогие друзья! К сожалению, в пиве я не эксперт, не разбираюсь в сортах хмеля и солода, не знаю историю происхождения своего любимого пива, не интересуюсь мне, в общем-то, и параллельно. Главное, чтобы было вкусно, так сказать, и веселило организм. Мне всё равно, какое пиво пить, светлое, тёмное, фильтрованное, нефильтрованное, иппа, не иппа, живое, мёртвое, разливное, баночное. Главное, чтобы было вкусно, главное, чтобы было не горько и без всяких сторонних противных привкусов. Есть у меня любимые сорта, я их спокойно покупаю, покупая, зная то, что это пиво действительно вкусное, и оно мне зайдёт под любое настроение, в любое время дня и ночи, воспияв его, я получу удовольствие. Как приятно, то, что некоторые уважаемые зрители на стримах задают вопрос, Алексей, а какое твоё любимое пиво, скажи, Марку? Ну, не особо сполерив, я обещал снять ролик на эту тему, то, что я сделаю там топ-5, да даже не 5 тогда придётся делать, топ-20 любимых пивов. Но поразмыслив, думаю, если я сделаю топ-20 любимых пивов, это будет что за ролик? Во-первых, он растянется на 3 часа, во-вторых, я, может быть, до последнего, когда уже последняя пятёрка пойдёт, да, любимых, там, топ-20 любимых пивов, и пошла последняя пятёрка, я уже просто не смогу внятно отдекларировать, вот. И было принято беспрецедентное решение просто сделать такую рубрику «Мои любимые пива», где я буду представлять вот свои любимые пива, которые мне заходят, которые я действительно покупаю, да, когда у меня есть там время, да, возможность попить пивка. Но чаще нету, конечно, я же всё время за рулём, но так выходной, что редкий, выпадет, да, я беру и с удовольствием воспияю и наслаждаюсь. Вот, буду делать, ну, вам декларировать свои любимые пива, а там уж, смотрите самим, вам как зайдёт, не зайдёт, вот просто такая рубрика «Мои любимые пива». Мы начинаем. Итак, друзья, первенец у нас нашей рубрики – это вот такой вот зелёненький козел. Довольно-таки часто я его покупаю, оно годится как и похмелизационное оборудование, и если вы даже с подругой решите попить пивка под кинцо, да, оно и вам зайдёт, и подруге зайдёт, как мне кажется. Оно не горькое, пьётся легко, градусов имеет, ну, стандартно, так, 4,7 оборотов оно имеет, стандартно градусница такой, и также имеет очень-очень-очень такой приятный оттеночек второплановый, вот именно вот эти вот зелёными такими, то ли это шишечки, то ли это хмель, то ли это хвоя, короче, какой-то такой хвойный второплановый, да, скорее не хмелевый, а хвоевый второплановый оттеночек. Вот, ну что ж, не будем долго греть в руке, я открываю и наливаю, если вы тоже воспияете пивка, доброго-доброго, как говорится, вам, но много не пейте, всё надо в меру. Взял две баночки, ну, одна как, чтобы жажду утолить, а вторая, как водится, вдогоночку. Конечно, 18+, ни в коем случае не пропаганда алкоголя, просто такая рубрика. Вот даже на запах оно, вот, вот даже на запах оно, очень приятное, и уже на запах имеет вот этот вот оттеночек хвои. Конечно, многие будут, ну, не согласны, вот, скажут, да это херня, а не пиво. Друзья, тут именно лично как мне заходит, именно как мне, никому не навязываю, вот просто мои любимые пиво-рубрика. Хорошая такая пенка, красивая, вот, практически 50 на 50, 50% пивотизация, 50% пена, вот. Ну, что ж, ваше драгоценное здоровье, друзья. Действительно хорошее пивко, незамедлительно обновляю, незамедлительно, чтобы ролик не затянулся у меня. Вот, пожалуйста, 0,5-я кружечка такая, как раз, если бы пены не было бы, баночка вылезает. Ну, так, два залива, два залива, и все, и банки нету. Стоит оно 67 рублей, ну, конечно, цена везде, там, чуть, может быть, отличается. Я брал в магазине Мираторг. Хорошие, действительно, вот, мне нравится, как пахмелизационное оборудование, как выходного дня пивко очень здорово заходит. Ну, и по цене тоже такое, в принципе, стандартное. О, аж усы нарисовались. Вот, ну что, я всем рекомендую. Друзья, такая печалька за печалькой в последнее время идет, но мало того, что уже середина июня, да, сегодня какое у нас, 12-е или 13-е уже? Ну, короче, середина июля, июня, июня, июля, слава богу, хоть июня, а не июля. А лета нету, лета нету, все, какие-то ветра, холода, черт, что творится. Я, по-моему, в этом, ну, в этом сезоне еще ни разу не ходил по улице с короткими рукавами. Может быть, ходил, но буквально пару раз. Потом печалька Ашан у нас закрыли на 16-й парковый, мой любимый магазин. Быстро вот так вот привыкаешь к хорошему, да. Ну, действительно, я туда пошел и Барсиком, Алисом, Кисом, он все быстренько леле там себе, закупил всем кушать там. Ну, еще там какие-то, там, может быть, туалетные принадлежности, там, эти, ферри всякие. Все в одном магазине забрал. Ну, что я вам буду про Ашан рассказывать? Постоянно акции там можно, что-то по акции забрать. Мясо всегда там свежее, хорошее. Вот, бак закрыли. Ну, когда вот эти вот проверки, да, гипермаркетов пошли, что-то там не понравилось, и его закрыли, и вроде как говорят, что не откроют. Это, конечно, печалька. Теперь приходится ходить по всяким Дикси, пятерочкам, магнитам. Мне эти магазины не очень нравятся. Лента, говорят, лента, очень хороший магазин, но вот у нас на районе ленты нету. А магнит, он вообще, что магнит, что пятерочка. Просто полон просрочки. Надо смотреть. Обязательно смотрите срок годности. Полным-полно просрочки там продается. Я уж не раз обжигался. Домой придешь, паштет вот возьмешь, с утра намаз производишь, на хлебушек воскушаешь. Ядрическая сила. Он уже с плесенью. Такое тоже бывало. В Ашане чаще всего там всегда свежее. Боряныч тоже Ютуб покинул Ядрёныч. Ну как, он просто сказал, все, я буду устраиваться на работу. Но ролик есть на его канале. Говорит, как бы, буду жить такой серьезной, бытовой, обычной оффлайн-жизнью. Но его право, но все равно как-то вот прописался в душе. Это знаете, как, как это, поговорка-то, покупаешь хомячка для эксперимента, а он тебе так и норовит в душу прописаться. И вот так же вот, ну, Боряныч, Ашан, там, да, Роман Сергеевич, это, ну, Ашан, сколько у нас роликов было про Ашан, это уже часть, часть нашего канала. Потому что я все как покупаю, в основном, из Ашана, из Ашана. И мне даже уважаемые зрители там спрашивают, когда из Ашана, а теперь я не знаю. Так же и вот, и Боряныч тоже, да, вот это уже частичка канала Алексея Хомякова. Все равно вот он ушел, да, как пазл. Вот одну частичку пазла убрал, выкинул, и вот, пожалуйста, вот пустое место образовалось. Короче, ваше здоровье, друзья. Конечно, я так часто, когда я покупаю, просто там, да, под фильме, там, или под ютубчик, посмотреть ютубчик, конечно, мне вот эти банки, там, часа, там, на полтора я растягиваю, ну, по чуть-чуть глоточки мы пью, пью, ну, поскольку сейчас обзор идет, поэтому я вот так вот ускорился. Вот так, конечно, я просто наслаждаюсь пивком, там, с чипсиками, с сухариками возьмешь, там, сидишь, просто потягиваешь легонько. Ну, вот такое вот пивко. Хороший цвет у него. Вкус тоже хороший. Вот, но не прям топовый, конечно, да, там, топ. Вот, ну, для своей ценовой категории, там, кто там его братва, там, и фестпилсер, там, какой-нибудь. Вот. Так что вот такая рубрика, друзья. Ну, просто, честно, ну, посидеть, вот, просто попить пивка, да, попить пивка, вот, заодно я и декларировал. Может, кто-то уже про него забыл, бах, я напомнил. Вот, пожалуйста. Мне нравится, по сути, там, категории, там, какие-то, ну, вот эти, вот, есть 60, там, от 70, от 50 до 70 рублевники, вот, в принципе, нормальный вариант. Ну, вот такое и пивко. Подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонка. Друзья, посещайте стримчонки, у нас контент разноплановый, можно подписаться, и заодно, если вы подпишетесь, вам будет приходить уведомление, что идет стримчонок, добро пожаловать. У меня многие спрашивают, а когда у тебя по каким дням, там, стримчонки, там, во сколько они начинаются, ну, я, как вот есть время, да, я так и запускаю стримчонок, как бы определенного времени нету, поэтому лучше подписаться, чтобы вам пришло уведомление, добро пожаловать от души и от сердца. У нас очень хорошие ламповые стримы, друзья, просто, я не знаю, аналогов нету ни на нашем ютубе, ни на ихнем. Увидимся, пока-пока.